Добрый день, в эфире радио «Алмазный край» у микрофона Григорий Фтодий. С 18 марта православные христиане начинают Великий пост. Почему этот пост называют «великим», какие ограничения он содержит в себе, кому не надо поститься и можно ли совместить пост с активной жизнью и спортом? На эти вопросы мы ответим в беседе с нашими гостями, настоятелем Свято-Троицкого храма, отцом Владимиром. Добрый день, рад видеть наши люди. И успешным спортсменом, участником множества соревнований по силовым видам спорта Виктором Владимировым. Добрый день, также рад видеть ваши студии. Ну, начать нашу беседу я предлагаю с небольшого вопроса. Моя коллега Елизавета Сидых спросила мирницев, будут ли они соблюдать Великий пост, и вот что они ответили. Собираетесь ли соблюдать пост? Да, мы каждый год соблюдаем, стремимся к этому. Не всегда получается в полном объеме, но любим, ждем. Не настолько нагрешил пока. А когда только согрешу, тогда уже да. Ну, я хочу, но я не говорю, что я прям буду. Не даете обещаний? Не даю обещаний, но пока масленица, может, уже есть блины. Да, в обязательном порядке. На то мы и православные. Ой, не знаю, я еще как-то не задумывалась над этим вопросом. Ну, не знаю, я еще не дошла, наверное, до этого возраста. Хотя уже будут хорошие. Хорошие. Наверное, попробую, но может получиться. Да. От каких продуктов будете отказываться? Мясо, рыба. Хотя нет, рыбу оставлю. Мясо оставлю. Ну, самое главное, конечно, молитва, а не то, что продукты есть, не есть. Ну, и постараться никого не обижать, всех все простить. От молебени сыты не будешь, так что хочется кушать всегда. От мясных, от молочных, от рыбных. Рыбная там раз в неделю. И если по здоровью не получается, как моя тетя говорит, главное не грешить, не есть друг друга. Даже воду нельзя. А как тогда, 48 дней? А, не, ну, 48 дней, это да. Вода и постный хлеб. А вот какие блюда можно готовить из постных продуктов? Салаты легкие, овощные. Картошка жареная, картошка вареная, ну, что еще, запеченная. Не знаю, кто на что гораст. Ну, капусту можно готовить, что еще? Не знаю, горох там что-то такое. Первая неделя, она сумасшедшая в этом плане. Когда переходишь с всего, чего можно, на ограничения, просто тебе хочется все. Чего я не ел, как бы, в обычной жизни. Как показал опрос, большинство мирницев собираются соблюдать пост. Однако не все готовы придерживаться постной диеты. Елизавета Седых, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край». Ну что ж, вот мы узнали мнение наших мирницев, наших земляков. Как ответили бы на этот вопрос удачницы, хальцы и линчане, к сожалению, мы не узнаем. Но что-то мне подскажет, что примерно так же, наверняка. Хотелось бы начать, наверное, с вашего личного опыта в таком случае. Когда вы впервые постились, ну, а это отец Владимир, вам, наверное, вопрос. И каким был этот опыт? Вы знаете, для меня это не было, если брать в плане пищи, в плане такой гастрономии, для меня это не было сложность, потому что мой приход в православие, он был через такие разные пути, в том числе и через определенные индуистские практики, где было жесткое самоогречение в плане пищи. Еще вот был период, я работал тогда на предприятия, работал на стройке, мой обед был буквально жменья риса, жменька риса, да, и немного молока. Вот поэтому, да, тогда я очень сильно похудел. А потом, когда уже, собственно, пришел в православие, когда открыл для себя мир православия, когда был мой первый великий пост, в плане ограничений в пищу для меня больших сложностей особо никаких не было. Вот, но на что первый очень хотел бы обратить внимание, что ограничение в пище – это одна из многих составляющих и далеко не самая важная, хотя бесспорно и существенная. Хорошо, я предлагаю вернуться к этому вопросу, когда мы, по существу, уже поговорим о Великом посте. Виктор, у вас был опыт пощения, ну или такой затяжной, скажем так, практики ограничения себя в каких-либо продуктах? Я как человек неглубоко религиозный, и не сказать, что я соблюдаю определенный какой-то пост в определенное время года, да, согласно канонам церкви. Но, так или иначе, по роду своей деятельности спортивной я так прибегаю периодически к применению какого-то рода, там, не сказать, что это диета, но, по крайней мере, какого-то пути правильного питания с определенным набором продуктов, определенного качества, определенного количества. Отец Владимир, вот давайте разберем вопрос о названии самого этого поста, потому что он называется «Великий пост». Насколько я понимаю, есть несколько постов. Четыре, многодневных, да. А это «Великий», от чего такое название? Вот, от того, это связано с тем великим праздником, которому Великий пост нас готовит. Мы готовимся к празднику, который в церковной традиции называется «Праздник праздников, светлое Христово воскресенье, Пасха Господня». И, собственно, Великий пост — это тот путь, который человек должен пройти в течение 49 дней, то есть сам пост Четыре Десятницы. Ну, воспоминания, во-первых, того, как постился Господь, Господь об этом говорит Евангелие, он 40 дней постился, а с другой стороны, это Страстная Седмица, то есть последняя неделя перед непосредственно Пасхой. И вот этим таким определённым самоограничением и более углублённой молитвой христианин готовит себя к тому, чтобы встретить праздник Светлого Христово воскресенья, ну и пропустить через сердце, прочувствовать те глубины, тот глубинный смысл, который есть в празднике Пасхи Господней. То есть всего 49 дней? Вместе со Срастной Седмицей, да. То есть она условно делится на две части. Первая часть — это непосредственно сама Сорокадесятница, вторая часть — это последняя неделя, это Страстная Седмица. Но всё это называется Великим постом. Ну, он же называется ещё и самым суровым, потому что я посмотрю по ограничениям, чего нельзя в Великий пост есть или что нужно исключить из рациона, это мясо, мясные изделия, в том числе сосиски, колбасы, паштеты, рыба, морепродукты, сладости, яйца, молочные продукты, сливочное масло. Это, по сути дела, весь мой обед и ужин сегодня. Ну, здесь можно проще сказать. Исключить пищу животного происхождения. Всё, что даёт животный мир, в идеале исключается, вкушается только то, что даёт земля. Вот, но здесь другой очень важный момент. Мы должны осознавать, что тот устав, по которому сейчас живёт церковь, это устав монастыря преподобного самого освященного, который находится в Палестине. И поэтому так постились монахи в первое тысячелетие, ну и, естественно, продолжают сейчас. Поэтому, ну, постились в плане ограничения пищи. И поэтому для современного человека, не имеющего тот духовный уровень, который есть у тех монахов, такой пост в плане ограничения пищи, он может быть даже вредным. Не только физически он может подорвать своё здоровье, но может и духовно надорваться и впасть в то состояние, которое в православной аскетике называется прелестью. В таком случае, как именно надо рассматривать пост обычному верующему человеку, который не склонен соблюдать жёстко все эти каноны, не склонен к аскезе, к вот этим вот, может быть, и даже экстремальным иногда религиозным практикам? Чуть-чуть вот как он должен относиться к этому времени? Всё очень просто. Существуем мы священники, и у каждого христианина в идеале должен быть духовник. То есть тот человек, с которым он советуется в том числе и советуется в плане меры своего поста. А священник уже смотрит, как этот человек давно ходит в храм. Если этот человек является прихожанином этого храма, он знает, какое здоровье этого человека, какая его семейная составляющая, насколько тяжёлый труд этого человека. И, соотносясь со всем этим, он уже рекомендует ему, как ему следовало бы в данной ситуации поститься, опять же, поститься в плане ограничения пищи. То есть это немного напоминает предупреждение «посоветуйтесь с врачом». Ну, типа того, да. Хорошо, хорошо. В какой-то мере, да. Если говорить о составляющей всё-таки вот этих вот ограничений, представим себе, что кто-то, ну, я допускаю и больше чем уверен, что наверняка кто-то из наших слушателей вот как раз решил исключить эти продукты животного происхождения. И здесь возникает вопрос. Обычно спортсмены, которые занимаются активным спортом, они стараются там потреблять белки животного происхождения, те же самые яйца, молочные продукты, может быть, что-то ещё в этом духе. Соответственно, можно ли это как-то совместить между собой? То есть желание получить какие-то спортивные результаты, вести активный образ жизни и при этом соблюдать вот эти ограничения? Ну, возвращаясь к тому списку, который был не так давно озвучен, я бы вообще сказал бы, да, что ту же самую колбасу, все вот эти изделия из полуфабрикатов, их вообще в принципе не только в пост, их вообще бы желательно лучше не есть на самом деле. То, что сегодня у нас имеет широкое распространение в нашей гастрономии, как отец Владимир сказал. Здравствуйте. Мышечным отказом в течение 4-6 недель отказаться от продуктов животного происхождения для того, чтобы организм даже немножко, если сказать это попроще, почистился. Потому что употребляя в погоне за набором мышечной массы, спортсмен старается употреблять как можно больше белковой продукции, то есть это всевозможные мясные продукты, дополнительно приём протеина там и всё остальное, да, белково содержащих. Продукт распада белка в организме – это аммиак. Из аммиака синтезируется мочевина, потом выводится из нашего организма. Соответственно, если мы употребляем большое количество белка, у нас происходит, во-первых, а – это закисление организма, и б – это продуктами распада, именно загромождённости, скажем так. То есть, предположим, на вывод той же самой мочевины у нас работают почки, как выделительная система с потом, с естественными жидкостями нашего организма, это всё дело нас покидает. Соответственно, все наши процессы и органы, которые именно отвечают за вывод вот этих вот микроэлементов, той же самой мочевины, аммиака, они будут перегружены. Если человек длительное время под этим действием находится, то у него начинаются какие-то физиологические уже изменения в части организма и, в частности, кишечника. Поэтому отказаться на непродолжительное время от продуктов животного происхождения и перейти на, предположим, какие-то его соевые заменители, да, что, в принципе, не запрещает канонами церкви употребление на определённых этапах таких продуктов, то человек даже в период соблюдения элементарных правил поста, он будет чувствовать себя, наоборот, даже как-то более живее, здоровее, более наполненным энергией. Спасибо, спасибо. Если возвращаться к тем самым рекомендациям, отец Владимир, вы сказали о том, что духовник должен определить точно и ясно, что, зная, опять же, историю той или иной семьи, своих прихожан, он может сказать, кому стоит воздержаться от принятия поста, кому вполне себе возможно это сделать для себя. Есть ли какие-то чёткие ограничения, которые по канонам церкви, но вполне себе оправдывают, что этот пост, ну, скажем так, не обязателен к исполнению, вот в этом случае, в этом случае, в этом случае? Дело в том, что в уставе прописаны определённые категории людей, которым разрешено не поститься. Это больные люди, это пожилые люди, то есть старики, это дети, это беременные, это кормящие грудью, и, ну, в древности были ещё путешествующие. Сейчас путешествующие тоже этим пользуются, но если раньше человек взял котомку в посох и пошёл, и там кто что подаст, то он и ест. То есть сейчас, выезжая особенно в Центральную Россию, там вплоть до постных меню в кафе, ресторанах и так далее, то есть как бы проблем с этим абсолютно нет. Поэтому, да, вот этим категориям людей есть и послабление поста, и, естественно, человек может, в принципе, не поститься. Ну, категория, опять же, людей тяжёлого труда, там, не знаю, где-то там в каменоломнях, условно говоря, бойцы, которые сейчас находятся на передовой, понятное дело, о каком там посте может идти речь, там, а там немало православных христиан, как есть такой термин практикующих православных христиан, которые пытаются жить церковной жизнью. Вот поэтому, понятное дело, что для таких людей пост, ну, по возможности, вот как бы, как человек сам решит, вот как у него есть возможность, так и слава Богу. Ну, возвращаясь также к церковной традиции, вот здесь всё ли время, опять же, идёт отказ от продуктов, ну, допустим, та же самая рыба или, допустим, алкоголь, тот же самый когор? Ну, да, алкоголь вроде как бы не животного происхождения, но, понятное дело, что от алкоголя отказаться только приветствуется, конечно. Дело в том, что, ну, вот, как, собственно, и у спортсменов, я зачастую привожу такой пример, что невозможно достичь каких-то определённых результатов, ну, например, стать олимпийским чемпионом мира, не отказавшись и не упорядочив свою пищу. Вот точно так же невозможно постичь глубины молитвы, если человек будет есть пищу жирную, пищу тяжёлую, и запивать это ещё алкоголем. Молитвы не будет, сосредоточенности не будет, внимания не будет, будет расслабленность, вот, всё это будет способствовать, вот, ну, не молитве, а чему-то такому-то обратному. Вот, к сожалению. На вашей практике как часто встречаются прихожане, которые выдерживают вот все эти правила? Ну, вы знаете, у меня даже был такой опыт, я был таким молодым священником, мне тогда было 25 лет, я приехал в Айхал, вот, и первый пост, ко мне подходит один прихожанин, он работал в руднике короновщиком, и говорит, батюшка, благословите, 40 дней ничего не есть. Я говорю, нет, я такой, ну, это не пост, это уже какая-то там голодовка, диета, которая к посту отношения не имеет. Он говорит, да я так уже не первый год, типа, пощусь, вот вообще ничего не ем, только водичку пью, там, потихоньку начинаю выходить. Я говорю, нет, нет, такого не благословлю. Ну, вот, с его слов, он в прошлые посты в течение 40 дней практически ничего не ел. Ну, это весьма экстремально, надо признать. Виктор, вопрос. А спортсмены-вегетарианцы, это вообще в целом, ну, скажем так, причем успешные спортсмены, не просто кто вот приходит там, занимается легкой атлетикой или еще чем-то в этом духе, ничего плохого про легкую атлетику не хочу сказать, но понятно, что все равно энергия должна быть большая. Одно дело на кратковременный период, скажем так, оставлять эти продукты, а другое дело на длительную практику. То есть, возможно ли потреблять вот эти соевые белки или еще что-то в этом духе и при этом достигать чего-то в спорте? Да, давайте сразу говорим, что любой спорт, это независимо от того, пускай это будет тренажерный зал, пускай это будет силовой экстрим, пауэрлифтинг, бег, футбол, плавание, да что угодно. То есть, человек, спортсмен сам, это прежде всего тот объект, который преодолевает какие-то трудности, затрачивает определенное какое-то количество энергии на вот эти все физические моменты, нагрузки и все остальное. Если здесь говорить про какие-то, как можно сейчас, да, это веганы, вегетарианство и все остальное, то есть сыроедение, эти вещи практиковать можно до определенной поры. Они очень хороши, опять же, на коротких этапах, на коротких промежутках. Есть люди, кто культивирует это, кто делает это со своей идеей по жизни, следует этому, но так или иначе, наш организм так устроен, что он должен получать полный аминокислотный состав в полном объеме. Он должен получать те же самые углеводы, жиры как растительного, так и животного происхождения. Только так наш организм будет работать слаженно и правильно. Употребляя в пищу только растительные продукты и растительный белок, аминокислотный состав в данных продуктах, он является неполным. Он очень близок в некоторых, да, предположим, там та же самая гречка, там либо соевые какие-то, но все равно аминокислотный состав того же самой говядины очень сильно отличается от аминокислотного состава белка, той же самой сои. Соответственно, человек будет что-то недополучать. И в длительном промежутке времени, пускай давайте возьмем это 2, 3, 4 года, 5, 10 лет, это будет иметь существенное отражение на его здоровье. Как правило, мы не увидим с вами на экранах телевизионных, не прочитаем ли это в журналах, вегетарианцев или веганов, как их сейчас по-другому называют, немножко другая категория, которые очень-очень-очень долго это практикуют. Есть, несомненно, есть исключения из правил, но это все зависит от выносливости организма человека. Наш организм — это как биологическая машина, которая должна проходить какие-то ТО в свое время, и которая тоже может сломаться. И вот доводить целенаправленно именно вот такими методами, ну, я думаю, не стоит. А так, да, это в принципе в коротких промежутках, отвечая на ваш вопрос, это будет работать, и человек даже может почувствовать небывалый прилив сил, потому что для организма наступает такая стадия, такая интересная фаза, когда он начинает мобилизовать все свои ресурсы и выдавать больше, чем он может. То есть понимая, что он в дальнейшем чего-то не получит в полной мере, либо за это нужно как-то побороться, и поэтому так вот будет срабатывать вот эта система. Что ж, большое спасибо, и приходится сделать вывод, даже не приходится, а делаю этот вывод о том, что получается, что Великий пост вот как раз с таким ограничением, это отличная возможность и, скажем так, и усилить свою духовную составляющую, свой дух и здоровое тело. Отличная возможность для того, чтобы как раз закалить себя и подготовить к будущему, ну, собственно, к уже идущему году на самом деле. И если уж говорить к праздникам, то как раз и к празднику Пасхи. Получается, что так? Я даже, знаете, больше скажу, хочется сказать одно выражение очень известного человека от Арнольда Шварценеггера, гения в своем деле, который, в принципе, популяризовал бодибилдинг, спорт, вынес его в общественные массы. Он сказал очень интересную фразу. Чем меньшим количеством вредных привычек ты обладаешь, тем больше гармонии ты находишься со своим телом. Духовная составляющая, физическая, они неотделимы. Нужно практиковать и то, и другое. И тогда вы найдете истинный баланс в своей жизни. Абсолютно верно. Человек — это не только дух и не только тело, это совокупность души и тела. Пожалуй, мне больше нечего добавить. Ну, единственное, закругляться планируете, да? Да, единственное, на что я хотел бы особо обратить внимание, что пост — это в первую очередь такая религиозная дисциплина. Если концентрироваться только на пище, то он превращается в обыкновенную диету. Пост — это время молитвы и время покаяния. Покаяние, если понимать его как с греческого слова метаноэ, как изменение сознания или перемен ума. То есть настоящее покаяние всегда подразумевает внутреннее изменение человека, в том числе оставление тех вредных привычек, о которых говорил в том числе Виктор. Поэтому девизом поста можно сделать стих 33-го псалма, который говорит «Уклонися от зла и сотвори благо». Вот человек идёт по этому пути, а чтобы успешнее было или удобнее идти по этому пути, он ограничивает себя в определённой разновидности или виде пищи, что способствует, опять же, более трезвому уму, более внутренней такой сконцентрированности, более глубокой, более сконцентрированной молитве. Ну а вообще, да, для православных христиан я хотел бы сказать, что невозможно почувствовать дух Великого Поста, не посещая будничные Великопостные богослужения. То есть строй и ритмика богослужения, такого храмового богослужения в период Великого Поста очень сильно меняется, и особенно, наверное, отражает дух Великого Поста — это литургия прежде священных даров, которая служится только Великим Постом. Ни в какие другие многодневные посты нет подобной литургии, она только Великим Постом. Вот у нас, в частности, первая литургия, она будет служиться в среду, и вообще она по уставу служится среда и пятница. Начиная со второй седмицы поста, мы её будем служить вечером. Ну, учитывая, что, опять же, основная категория граждан, проживающих в городе мирном, это категория рабочих, то есть те, кто работает и могут посетить богослужения, основная масса только после того, как рабочий день заканчивается. Поэтому один из моментов — это молитва, это работа над собой, и это обязательно не только домашняя частная молитва, но и молитва общественная, то есть соборная, храмовая. Что ж, большое спасибо вам за эту беседу. От себя всё-таки добавлю один момент, что сегодня обещаю, что, во-первых, зайду в магазин и проверю, какое там постное меню представлено, и постараюсь ему следовать. Не знаю, навряд ли, на 40 дней меня, скорее всего, не хватит 100%, но какое-то время я всё-таки постараюсь тоже придерживаться данному канону и посмотрим, что из этого получится. Посмотрим, надолго ли меня хватит. Обязательно, надеюсь, расскажу об этом уже в следующей нашей беседе. Ну, а нашим собеседникам большое спасибо. Напомню, что сегодня в студии с нами были настоятель Свято-Троицкого храма, отец Владимир, и успешный спортсмен и участник множества соревнований по своём видам спорта Виктор Владимиров. Ещё раз большое спасибо. Рад видеть был у вас в нашей студии. Спасибо.